пробую повторить мастер-класс из youtube который называется сердце океана сердце океана это кулончик который был у героини фильма титаник кстати я почитала это действительно такое крушение существовало причем даже было два их с разной историей один был с бриллиантом из короны людовика шестнадцатого а второй был просто с каким-то сапфиром голубым также для фильма было изготовлено три кулона как минимум некоторые были очень дорогие другие были более такие бижутерные был с треугольным камнем кстати был с камнем в форме сердца и вот дорогой был продан с аукциона с отбис за полтора миллиона долларов в общем я решила попробовать отпечатать фольгу на гель-лак черный нарисовала сердечко с помощью дотсу и сушу 30 секунд как было сказано мастер-классе в это время я обезжириваю фольгу чтобы все хорошо отпечаталась фольга высохла и очень крепко прижимаю гель-лак прижимаю прямо изо всех сил и тогда ничего не получилось ничего мне не отпечатал попробовать в разные способы я пришла к такому мнению что сделаю лучше литье отдельно я сделала на фольге сердечко из базы хотя есть такое мнение что база кислотная и она со временем съест краску с фольги и через неделю скажем это будет потускнеть так что берите лучше топ еще я сделала ошибку то что я взяла базу жесткую это была стронг база и она не гнется то есть мне потом это сердечко согнуть по форме ногтя было практически невозможно поэтому советую если брать топ тогда топ с липким слоем такой более это каучуковый мягкий гнущийся вот и пытаюсь решить эту проблему как мне его прикрепить по форме ногтя и я так придумала накрыть его верхней формой и прижать прилепилась давно не не прям уж сильно по ногтю и беру мой любимый клей для страз кстати открыл очень хороший клей для страз не темнеет не желтеет держит сразу просто железно купая в нем бульоночки и выкладываю вокруг нашего сердечко все сердечко окружили бульонками можно подсушить и теперь промазываю опять все клеем для страз вокруг сердечко и буду выкладывать туда уже маленькие стразики можно взять радужные можно взять прозрачные я решила что здесь больше подойдет прозрачный это у меня мелкие стразы с 3 очень удобно выкладывать их пинцетиком для ресниц мне кажется это пинцет для ресниц я его заказывала лично на вал берез вот мы все обложили стразиками и нам остается теперь между стразиками еще поставить бульоночки только очень-очень маленькие берите самые маленькие бульонки какие можете найти с маленьким смотрится намного лучше работа эта кропотливая не быстро но зато и результаты а а а Субтитры сделал DimaTorzok Извините, много говорить не буду, я сейчас только-только опять болела Поэтому говорю еще в нос Мне не нравится мой голос В общем, выложили все бульоночки Между каждым стразиком Поправляем все, что съехало По этому клею он очень густой По нему практически стразы никуда не разъезжаются Не убегают, но все же лучше поправить Все, чтобы нам все нравилось И сушим, можно минуту посушить Теперь нам осталось только сделать цепочечку для нашего кулона Для этого прорисовываю клеем дорожки По которым буду выкладывать бульонки У меня в баночке смешались крупные и мелкие бульонки Поэтому я так выложила Сначала несколько крупненьких, потом между ними мелкие Это уже на вашу фантазию Можно брать золотые Если будет красный камень Ну, красное сердечко То, я думаю, золотые будут лучше смотреться С розовыми тоже может быть Как серебряный, так и золотой В окружении вот это Как вы помните, в конце фильма же героиня выкидывает этот кулон в море И такой кадр, когда он сквозь воду на камеру падает И вот, похоже на этот момент, я пыталась Как будто эта цепочка в воде Волной пошла Выложили и сушим Потом я хочу придать объем камушку Для этого чуть-чуть покрашу прозрачным гелем Очень удобно взять гель в бутылочке И добавляем объемы нашему сердечку Все, что вокруг, я покрываю матовым топом На матовом фоне очень эффектно всегда смотрятся стразы и любые блестящие вкрашения Это тоже мой любимый топ от P&B Паудер топ, то есть в нем содержится порошочек, я так думаю Благодаря чему он не затирается Он не становится гладким через месяц носки Он остается таким же барханистым Тоненько кисточкой прокрашиваем вокруг Но не заходим на бульонки, чтобы они у нас не стали матовыми Посушили и вот что получилось Хочу, конечно, попробовать сделать и с красным, и с розовым Думаю, будет это супер Будет отлично смотреться, если все ноготки какие-то нюдовые, матовые И вот один такой украшение, такой блончик Спасибо большое за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Меня это вдохновит на новые интересные видео Всем счастливого дня влюбленных И до свидания